Дорогие друзья, продолжаю рассказ о моих зверюшках, о зверюшках. И, конечно же, надо было вообще-то начать с кубинских выдавов, которые являются моими самыми любимыми змеями. В общем, с них началась любовь моя к змеям. То есть, когда я увидел фотографии именно кубинского выдава, я понял, что я хочу этого питомца к себе домой. Но для этого мне нужно приобрести некоторый опыт, который я получал с помощью других змеев. И, наконец, мои руки дошли до кубинца, и первостепенной моей задачей была их размножить. Конечно, я этого добился. В общем, сначала купил самца, к нему самку, вырастил, и все получилось. И не раз, и с разными кубинскими парами. Так вот, змея действительно очень хорошая для содержания в неволе. Это представитель гладкогубных выдавов. Все мы знаем, туда сейчас относятся, именно островным гладкогубным дамом рода Хилободрос, относятся ямайские выдавы, партариканские выдавы, монендисы, то есть выдавство Струмола, и все остальные. Естественно, кубинский выдав из этого ряда сильно выбивается. Хотя бы, то есть, по морфологии, по габитусу, ну и, конечно же, своими размерами. Потому что это самый крупный среди вообще всех, тут как бы, худавы Сен-Сюна, тут в широком смысле. Тут даже крупнее всяких континентальных эпикратусов. Хотя мы знаем, что Цен-Хрии бывают очень даже крупными. Кубинские выдавы еще не заслужены. То есть, ну, это нормальная ситуация. То есть, опять же, кубинские выдавы еще отличаются тем, что у них ювенильного окраса как такового нет. То есть, у тех же инорнатусов, или ямайских выдавов, истриатусов, стройных выдавов, детишки рождаются рыжими, очень-очень мелкими. И, в общем, питаются, естественно, то есть, это специализированные герпетофаги, питаются только ящерками мелкими и любыми другими мелкими объектами, самыми ящерицами. Кубинские выдавы же рождаются сразу же крупными. Надо сказать, что это ничего, у него есть такой рекорд, как... Это та змея, которая рождается с самых крупных детенышей. То есть, малыши кубинского выдава могут быть даже крупнее, чем малыши сетчатого питона. И это впечатляет. И это, конечно, сильное, опять же, очередное отличие от остальных, как у выхудавов. Но, все мы знаем, это норма. Он относится к тому же роду, куда входит и Эпикратос, то есть, его бутерс Форди, вырастающий до 80 сантиметров в лучшем случае. Такая козявочка. Кстати, ну, нет, я ее не буду брать в руки, очень не хочу. Прыткое создание уже поддержал, уже вам рассказал о нем. Также кубинский выдав является одним из самых крупных, вообще, представлено, одной из самых крупных змей. То есть, взрослые самки вырастают до 4 с лишним метров, до 4 с половиной. И это должно впечатлять, учитывая, что эти восложения у них, конечно, мощнее, чем у тех же сетчатых питонов. И это нечто. Ну, также, стоит сказать, что, к сожалению, не отличаются особой плодовитостью, что, конечно, осложняет их селекцию. Допустим, взрослые особи могут рождать до, то есть, очень крупные особи могут рождать до 20 с лишним деток, но тогда они очень маленькие. А в норме 7-5, ну, 5-7 малышей, но зато очень крупных. В отличие, опять же, от остальных эстрадных выдавов, кубинских выдавов, ну, их можно содержать в любом возрасте и советовать начинающим. Дело в том, что малыши их, как я уже говорил, крупные, соответственно, могут сразу же начинать питаться самостоятельно мелкими грызунами. И это очень неудобно. Никаких с ними проблем нет, они крепенькие, они неприхотливые. Единственное, что детки у них всегда очень такие, с характером, злобненькие, адские. Но это все очень быстро проходит, пока не видел ни одной взрослой особи, которая бы проявляла какую-либо агрессию. Кроме как, ну, путаница различная с едой в вашей руке во время кормления. Да, в отличие от других удавов, опять же, в игровых у них с кормлением все очень хорошо. Жутко много могут есть, и, конечно же, не стоит их с неволей перекармливать. Обязательно это учтите, чтобы не выросла какая-нибудь вот такая вот офигительная толстая штука. Ну, если объем позволяет, то, конечно, можно. То есть, хотя бы не в жир все пойдет. Возможно, будет что-то разгоняться. Вот. Живут они долго достаточно, да, с 30 с лишним нет, спокойно доживают. В общем, одни плюсы. Насчет разведения тоже есть некоторые нюансы. Помимо того, что и винильного окраса нет, и малыши крупными рождаются. Достаточно крупными, чтобы быть практически такого же размера, как некоторые взрослые хилоботрусы. Половозрелость, да, не в 5-7 лет, и даже не в 10, как у некоторых особей ямайских удавов. Потому что ямайские удавы могут не в 7 лет полувозрелым быть, они могут и в 10 лет только начать размножаться. У кубинских удавов, ну, вот, моя самка, где-то там сидит, она впервые размножилась в года 3. И это, конечно, достаточно оперативно и удобно. Такие вот дела. А это у нас самец кубинского удава. До этого была самка, теперь самец. Как видите, гораздо компактнее. У них половой деморфизм, конечно, не так ярко выражен. Он прям не совсем уж карлик. Но, тем не менее, в среднем самцы, конечно, куда компактнее самок. Не знаю, стоит ли это учитывать тем, кто хочет их себе завести. В принципе, размеры, я говорю, уже опять не сильно принципиально разнятся. Ну, вот, этому мальчику больше 20 лет. И его рост, как его, рост, не больше метра 80. И, кстати, размножаться они тоже могут при достаточно компактных размерах. И в районе метра 50 уже можно спокойно саживать кубинских удавов. Главное, чтобы возраста было около 3 лет. Насчет объема для содержания вот такой, допустим, особи. Ну, его я долгое время, например, когда только приобрел, содержал, конечно, в большом террариуме с разными ветками. Высокий объем с полками, ветками. Все это очень нравилось кубинскими удавами. То, естественно, все это очень нравится. Они ведут полуводревесный образ жизни. Вот. И смотрится в этом всем деле очень хорошо. Но если у вас прям проблемы с площадью, то даже 100 литров для такой особи такого размера вполне достаточно. Кстати, самцы иногда могут быть привередливыми, могут начать голодовки. Именно взрослые самцы, допустим, этот уже полгода как не ест, требует девочку. Сейчас он, правда, в Линьке, но девочку он все равно требует. Многократный папаша. И, кстати, по-моему, в этом году петли меня поправят. Или в прошлом он стал дедушкой. С чем мы его и поздравляем. Такой вот молодец. Температура, соответственно, тепличная. Все-таки это Карибы. То есть 26-28 фон в точке чуть выше 30 и так круглые сутки. Ну, в смысле, ночью, конечно, точка убирается в прогрева. Если вы хотите их разводить, то тоже никаких проблем нет. Температура не меняется. Ничего не надо. Просто саживайте готовых, откормленных особей в хорошем состоянии. И, по идее, все должно получиться. То есть здесь вся фишка в том, чтобы не перекормить зверя. Как видите, вот этот самец, он совершенно худенький, но при этом очень-очень хорошо работает. И, соответственно, не перегреть и прочее. То есть от перегрева, конечно, они стерильными становятся очень легко. Так что всем советую кубинских удавов. Чем больше, тем лучше. И размеры тоже. Если предыдущая самка была 2,5 метровая. Здесь компактные. Ну, конечно, крупные самки больше впечатляют. Всем советую. Хорошая змея подходит для новичков. Идеальная для общения. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание.